С десяток девушек и женщин без какой-либо специальной подготовки и тем более опыта работы спасателями. Но в службе по чрезвычайным ситуациям сегодня к ним обращаются коллеги и вручают награды. Пускай на радость согрелось ваше сердце. Спасибо. Сейчас в Харьковской области зарегистрировано больше 80 тысяч переселенцев из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Накормить, а дети расселить всех – задача почти непосильная для государства. Огромную часть работы взяли на себя волонтеры, в том числе инициативная группа «Станция Харьков» и общественная платформа «Харьковский гражданский форум», говорит Павел Одарюк, начальник главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области. Помощь была оказана в виде и продукта питания, и деткам была оказана помощь. Практически волонтеры в отделе 2000 школьников, которые пошли в школы Харьковщины. Это и по расселению. На сегодняшний день мы тоже благодарны всем нашим гражданам, которых вот так по-доброму, с теплотой в сердце, отнеслись к нашим гражданам Украины в Донецкой и Луганской области. С наступлением холодов работы стало в разы больше, говорят волонтеры. Многим людям приходится подыскивать новое жилье. Летние лагеря, где они сейчас разместились, не отапливаются. А после объявления перемирия увеличился поток людей, которые едут через Харьков уже не только вглубь страны, но и обратно. И это около 200-300 человек за ночь, которые нуждаются в теплой еде, питье, одежде. Сложность то, что сейчас начинает холодать людям. Грубо говоря, сейчас соединилось несколько потоков въезжающих и выезжающих из зоны боевых действий. Пересечение происходит ночью. То есть у нас одновременно ночью встречаются два донецких поезда туда и обратно и два луганских поезда туда и обратно. Ночью переполнен зал вокзала. Между тем волонтеры признаются, грамоты от спасателей получать приятно, но главная награда за все усилия и время все же в другом. Очень многие возвращаются в зону АТО, несмотря ни на что. Буквально, дословно, с фразой «дома лучше умирать, чем здесь». Это самое тяжелое, и когда ты видишь, что эту ситуацию удалось переломить, и человек сделал выбор в пользу остаться в живых, это, наверное, и самая большая награда. Алена Сороков, Владимир Бурах, агентство телевидения «Новости». Агентство телевидения «Новости»